Друзья, привет! Сегодня будем с вами разбирать праздник лунных легенд. Я вам сразу же сходу дам один ультимативный совет, который в целом отметет все остальные вопросы в большинстве случаев. Но я люблю всех своих подписчиков от мала до велика, и даже если в дальнейшем у вас будут возникать какие-то вопросы, то вы сможете зайти на этот ролик, отмотать на определенную часть и разобрать, как выполнить тот или иной квест. Что касается подсказок, которые скрыты, прямо вот уже заложены сюда. Вы проходите полностью диалог с легендой, прям поболтались с ней, пообщались, там хи-хи-ха-ха, там туда-сюда. И потом при повторном клике вам будет всплывать подсказочка. И эта подсказочка будет пропадать после вашего боя. Когда вы сходили в бой, вернулись опять на вкладочку праздник лунных легенд, нажимаете снова на легенду, и у вас там уже не будет подсказки, а будет опять снова вот этот весь диалог, который вы, конечно же, с удовольствием читали. Вот, и потом уже после того, как вы повторно проходите диалог, вы повторно кликаете по легенде и снова получаете подсказочку, если вдруг что-то забыли. Данная линейка квестов, которая у меня сейчас, она уже вторая. То есть, видите, у меня ночь, у меня такая красота уже, все пофиншуют, там огонечки горят, красненькая, синенькая, красиво. У вас будет на старте немножко по-другому. У вас будет дневная, по-моему, тема, и у вас задача будет собрать вот такие вот красивые подарки. Но они действительно очень красивые, мне прям понравилось. Вообще, это, ребята, первый квест для ТФТ-шеров, для нас, для юных ТФТ-шеров. Юный ТФТ-шер, 32 года. Вот, и я очень этому событию рад. Здорово то, что они начали делать что-то и для нас, а не только для ребят, кто ходит играть в ущелье, потому что мы тоже игроки, мы тоже хотим квесты. Ну ладно, давайте переходить более подробно. Отдельная благодарочка Дарье. Даш, спасибо. Спасибо, что ты у нас есть. Спасибо, что ты структурировала информацию и скинула, ее предложила в качестве новости в моей группе ВКонтакте, где я ее поспешил опубликовать. Поэтому, если вдруг что-то запутаетесь, можно и там в текстовом варианте почитать. Ну лучше, конечно, перейти на ролик. Видеоинформация, она воспринимается мозгом лучше. Подписывайтесь на канал. Так, давайте переходить сразу по квестам. Будем читать, что они вообще от нас хотят. Первое, тигрятина, собачатина. Я не знаю, кто это. Тигрокот, кототигр. Вам нужно выиграть трофей для защитника. Зовут его защитник. Получая признание. Чем выше место, тем больше признания. Что необходимо сделать? Нужно занимать второе и первое место. Второе и первое место в рамках трех или двух боев. По-моему, трех. И квест будет выполнить. Далее. Выполнен. Далее у нас идет улучшить 30 компонентов при помощи эффекта собирателей. Я прям вот легенд буду по порядку называть. Вот как они идут, да? Нужно улучшить 30 компонентов при помощи усиления собирателей. Как это сделать лучше всего? Сразу же выходим на пятый, на шестой уровень. И желательно даже на пятый. На пятом вполне себе можно закрывать собирателей. Там у нас есть Трандл. Там у нас есть Блицкранк. Докидываем сюда Эза. И докидываем дополнительно Зигзеныша. Четыре собирателя есть. А это уже три предмета. Которые будут собираться с помощью как раз вот этой вот особенности собирателей. Три компонента перекинули на разных чемпионов. И дальше вам нужно просто пережить 10 поединков. В том числе поединков против мопчиков. Всяких там крагов. И на них тоже работает этот эффект собирателей. Там тоже они собираются. Квест довольно простенький. Далее нам нужно собрать трехзвездочного чемпиона. Поместить в ячейку тусовщика. Взяли любого чемпиона. Неважно какого. Там серый заходит изначально в большой степени. В рамках четвертого или пятого уровня экономику отдали. Собрали одного золотого. Даже если на последнем издыхании вы это сделали. Далее нашли Тарика. Тарика поставили на стол. Появляется ячейка. Туда впиндюриваем этого трехзвездочного. Квест пройден. Джинкс хочет, чтобы вы купили Джинкс. Поставили ее на поле, чтобы она один раз ультанула. Далее у нас идет. Собрать 40 сфер в ТФТ. Сферы у нас падают с мобов. Сферы у нас падают с... Кого еще? С Тамкенча. Тамкенч активно сдает сферы. Ну и возможно... Но это не проверенная информация. Возможно, также наемники дают сферы. Там, правда, идут сферы такие с... Не с вопросиком, а с вот этой эмблемой наемников. Но по сути они же тоже сферы. Правильно? Здесь нет уточнения конкретных сфер. Но в целом поиграйте там 2-3 боя. И я думаю, вы пройдете. С другой стороны, далее у нас идет квест по Кенчу. Нужно в Кенча скормить двухзвездочного чемпиона. Не обязательно какого-то там дорогого, какой у вас на столе будет. Кстати говоря, вот эту вот тему можно закрыть вместе с собирателями. Потому что вместе с собирателями и дополнительно еще собрать трехзвездочного чемпиона и поставить на ячейку тусовщика. Потому что сама стратегия скрапов, собирателей. Изначально, допустим, собрали из реальку, либо зигса золотого. Далее у вас идет стадия, когда вы просто накапливаете бабки, выходите в лейт, ставите максимальное количество собирателей, максимальное количество компонентов перекидываете. Компонентов по этим чемпионам. Выходите в лейт, находите там Кенча и закидываете в него прям этого трехзвездочного чемпиона. И там Кенч получает очень-очень много АПшки. Пока вы не нашли там Кенча, докинули туда дополнительно Тарика и из реальку, как золотого чемпиона, либо зигса поставили в ячейку. Куча квестов сразу закрыта. Далее у нас обновить магазин 30 раз. Без комментариев. Это у нас была первая линейка квестов. Переходим к следующей линейке. Я просто не хочу затягивать ролик в рамках там 5-6 минут, чтобы это быстренько все было. Получите благословение небес при помощи аугментации. Благословение небес выглядит как пингвинчик. А у пингвинчика вот перед носиком, перед клювиком будет правильно сказать, такая, знаете, эмблемка, такой крестик, как красный крест, знаете. Далее объединить два одинаковых компонента в полноценный предмет дважды за игру. Собираем на танка коготок, либо терновку, либо вармок и квест закрыт. Все просто. Использовать обе формы гения в одной игре. Речь идет о Джейсе. Ставим на фронтлайн Джейса, ставим на бэклайн Джейса. Два раунда. Квест пройден. Выставить на поле боя 5 или 7 наемников. Без комментариев. Активировать определенное количество призматических аугментаций и особенностей. Скорее всего здесь речь идет о двух, либо о трех аугментациях. И здесь вы просто должны много играть и напороться как раз-таки на такую игру, где вам рандом предоставят эти призматические аугментации. Ставь на поле боя двух звездочных колоссов. Много сейчас вариантов играть колоссов. Они играются замечательно. Мне очень в последнее время нравится их играть. Поэтому если вы ходите на стримы, бываете на канале, то наверняка вы найдете какую-то достойную сборку с этими ребятами. С этими крипышами. Далее у нас отсрочить, 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 ребят все-таки применение умений 15 вражеских чемпионов при помощи покрова тишины. Предмет варится из брони и перчатки. Далее мы просто позиционируем чемпиона. Хватаем этим покровчиком максимальное количество засранцев, оппонентов. И все, квест пройден, вся линейка закрыта. На этом, друзья, все. Я, кстати, прям, вы знаете, сам заразился. Вот они ввели этот квест, и я прям сам заразился. Духом этого лунного нового года, или как там называется этот праздник. И себе тоже поставил, я вот вспомнил, знаете, про своего гневорожку. Вспомнил. Это что такое? Это кто-то Арамы с утра играет. Вспомнил про свою гневорожку, вспомнил про свою вот эту вот замечательную арену лунную. Вот она у меня есть, как бы, да? Я ее покупал, кстати, это не то, что мне давали за то, что я красавчик, и за то, что я партнер Riot Games, и за то, что я сексуальный. Вот выставил, тоже заразился, и тоже в стиле лунного нового года я. И у меня еще одно небольшое объявление, что касается друзей. Видите, их здесь 32. А знаете почему? А потому что вот, вот потому что отменяли подписки, пришлось всех почистить. Спонсоры не попадают в катки, и меня это расстраивает. Актуальные спонсоры, кто поддерживает канал, не попадают. Плюс сейчас будет больше возможности ребятам из чата попадать в друзья. То есть в друзьях остались только актуальные спонсоры. Для спонсоров в вкладочке сообщества я создал топик, где нужно обязательно скинуть свой ник. Потому что я всех почистил, и вот кто туда скинул, я их вернул обратно в друзья. Поэтому пишите в топик, и спасибо большое, что вы поддерживаете мой канал. А вас, ребята, кто смотрит на ютубчике, во-первых, подписывайтесь, да? А во-вторых, я благодарю за то, что вы досмотрели до конца. Стрим сегодня будет в 19.00, и я буду рад вас там видеть. Приходите. Обнял, приподнял. Пока-пока. Лайки, не забывайте, лайки, лайки, лайки.